Здравствуйте! Мы сейчас изучаем теорию великого объединения, основанную на калибровочной группе SO-10. Эта теория является наиболее привлекательной на данный момент, потому что, как мы постараемся понять в течение ближайших лекций, что элементарные частицы одного поколения, ну фирменные одного поколения, они могут быть размещены в одном неприводимом представлении группы SO-10, который имеет размерность 16. И, собственно, в прошлый раз мы с вами построили вот это вот представление 16 группы SO-10. Ну давайте я напомню, как это делается. В принципе, мы строим скорее даже не представление группы SO-10, а представление алгебры SO-10. И мы начали с того, что написали выражение для генераторов фундаментального представления. Эти генераторы удобно нумеровать двумя индексами ИЖИ. Вот так вот, то есть вместо индекса А большое мы теперь используем два индекса, по которым у нас антисимметрия. Пробегают эти индексы значения от единицы до десяти. И если написать вот эти вот матрицы, которые, естественно, тоже имеют размер 10 на 10, соответствующие матричные индексы будут у нас обозначаться КЛ, то явное выражение для генераторов фундаментального представления имело следующий вид. И пополам дельта ИКТ дельта ЖЛТ минус дельта ИЛТ дельта ЖКТ. Так, ну на всякий случай я проверю, что правильно сделано. Ну, естественно, все вот эти вот индексы ИЖИ там и так далее пробегают в значение от единицы до десяти. Хорошо, естественно, если заданы эти генераторы, то, конечно, можно сразу же написать, скажем, закон преобразования для вектора. Ну, если мы бесконечно малое изменение какого-то вектора смотрим, то, ну, допустим, вектор какой-нибудь В с индексом КТ, то тогда, значит, бесконечно малое изменение этого вектора, ну, естественно, может быть легко выражено с использованием явного выражения для генераторов. Для этого нужно написать, естественно, элемент алгебры ЛИ, который раскладывается по вот этим вот генераторам. В наших обозначениях он будет раскладываться как минус И, альфа ИЖТ, ТИЖТКЛТ, ну, естественно, на вот этот вектор ВЛТ. Да, ну, и есть, естественно, альфа и ЖТ, это есть у нас параметры преобразований, там у нас альфа и ЖТ, индексы пробегают от единицы до десяти. Ну, и если провести свертку, ну, несложно сообразить, что два вот этих вот слагаемых в силу антисимметрии и антисимметрии альфа дадут одинаковый вклад, там И сократится с минус И, и получится, по сути, у нас будет альфа КЛ, ну, после свертки вот с этими вот дельта-символами, умножить на ВЛ. Ну, и напомню, мы очень часто это обозначали, по сути, соответствующий элемент алгебры ЛИ в фундаментальном представлении группы СУ-10 буков КА. Поэтому, в принципе, в данном случае вот эти вот альфа и ЖТ, это ровно то же самое, что раньше там было А и ЖТ. Это одно и то же. Хорошо, это фундаментальное представление. Для него были явным вычислением найдены коммутационные соотношения между вот этими генераторами, то есть, по сути, там было написано выражение для Т и ЖТ, ТКЛТ. Ну, давайте я, наверное, все-таки для полноты изложения еще раз его приведу, как оно у нас выглядело. В принципе, здесь было 4 слагаемых, коэффициент был и пополам, потом скобочка, дельта-символ ЖКТТ и ЛТ. Ну, и дальше антисимметризация по индексам и Ж, и КЛ. Ну, я все-таки спешу с бумажки, хотя это несложно уже написать. Но для надежности лучше переписать с бумажки. Т, Ж, Л минус дельта-Ж, Л, Т, И, К плюс дельта-И, Л, Д, Ж, К. Так, и скобочка закрывается. Вот, собственно, такие коммутационные соотношения у нас были между вот этими вот генераторами. Так, я вот смотрю, действительно там все антисимметрично или нет, вроде бы похоже. Так, ага. Хорошо, ну и, собственно, если мы хотим теперь построить какое-то представление алгебры Ли, то мы должны предъявить, ну, какие-то другие матрицы, отличные от вот этих, которые будут удовлетворять вот ровно таким же коммутационным соотношениям. И, в принципе, в прошлый раз это было сделано. Мы с вами смогли построить некоторые матрицы, удовлетворяющие вот этому равенству. Давайте вспомним, как это делалось. Прежде всего, нам нужно было построить в пространствах различного числа измерений гамма-матриц. Ну и, собственно, прежде всего, для группы SO10 нас, конечно, интересуют гамма-матрицы в десятимерии, в D равные десяти, которые удовлетворяют следующему равенству. Значит, антикоммутатор гамма-ИТ, гамма-ЖТ равняется 2 дельта и ЖТ, ну, умножить на единичную матрицу, там, некоторого размера, который мы, естественно, сейчас скажем, чему он равен. При этом индексы ИЖ у нас пробегают, ну, для SO10, естественно, значение от единицы до десяти. Да, ИЖ равняется 1,10, значит, для SO10. Поскольку у нас группа ортогональная, а не псевдоортогональная, то вместо там привычного всем метрического тензора пространства Менковского здесь стоит дельта-символ. Ну, а гамма-матрицы, они, как было выяснено в прошлый раз, имеют размер 32 на 32. Давайте напомним это. Матрица размера 32 на 32. Они по построению являлись эрмитовыми. Гамма-ИТ крест равняется гамма-ИТ. Кроме того, если, опять же, вспомнить вот эту вот рекуррентную по размерности пространства процедуру, то оказывалось, что матрицы гамма-2К плюс 1, то есть с нечетным индексом, они у нас были симметричны. А матрицы гамма-2К, они были антисимметричны. Ну и, собственно, из вот этих вот гамма-матриц можно построить такой вот объект гамма-ИЖИТ, которые по определению есть антисимметризованное произведение гамма-матриц. Вот такое вот, естественно, равняется минус гамма-ИЖИТ. Свойства у него, значит, антисимметрии такие же, как у Т и ЖИТ. Ну и поэтому можно предположить, что вот эти вот гамма-ИЖИТ там с точностью до некоторого множителя будут удовлетворять вот таким вот, точнее, извините, коммутационным соотношениям в данном случае. Ну и действительно, если определить величину Т и ЖИТ как И на 4 гамма-ИЖИТ, то есть добавить еще вот этот вот множитель И на 4, то соответствующие вот эти вот Т и ЖИТ, они будут действительно вот ровно такому же коммутационному соотношению удовлетворять. Ну, соответственно, для них будет выполняться вот такое вот равенство. Вот, это, собственно, значит, мы доказали. Теперь, естественно, точно так же, как гамма-матрица, есть матрица размера 32 на 32, точно так же и Т и ЖИТ есть тоже матрица размера 32 на 32. Поэтому, естественно, они могут действовать на некоторые 32-компонентные столбцы, поэтому представление, которое они задают, имеет размерность 32, да? То есть получается представление 32. Ну, на самом деле, как мы с вами уже говорили, представление это является приводимым. Вот, можно, значит, разделить его на два неприводимых представления. Ну, наверное, прежде чем, значит, это делать и, собственно, получить как раз то самое еще представление 16, о котором в конце прошлого раза шла речь, ну, давайте на всякий случай еще напишем, как же у нас спинор преобразуется под действием группы SO10. По сути, это у нас, естественно, полностью определяется видом генераторов вот этих вот, да? Соответственно, опять же, бесконечно малое изменение спинора дельта ПСИ, оно будет, естественно, получаться точно так же, как и для вектора. Мы должны написать минус И, там вот эти вот параметры, которые у нас уже встречались в законе преобразования вектора альфа и ЖИТ, и умножить, соответственно, на генераторы Т и ЖИТ и на ПСИ. Ну, естественно, при этом у нас получится 1 четвертая, там альфа и ЖИТ, гамма и ЖИТ на ПСИ, ну, равняется, опять же, можно там написать вот эту вот матрицу А и ЖИТ, там это тоже самое получается. Вот, ну, естественно, речь идет здесь о бесконечно малых преобразованиях, по сути, линейный порядок, там, по альфа или по А, не суть важно. Естественно, у нас конечные преобразования получаются с помощью экспоненциального отображения, и понятно совершенно, что, допустим, для вектора конечные преобразования будут там В, там какой-нибудь ИТ переходит в экспоненту от вот этого вот А с индексами, естественно, там и ЖИТ. Ну, здесь в данном случае, естественно, верхние и нижние индексы не различаются, я, конечно, по привычке написал, но в реальности разницы между верхними и нижними индексами, конечно, для СО-10 нет, поскольку метрика является дельта-символом, то для вектора будет вот так вот, ну, а для Спинора аналогичная формула тоже, естественно, получается экспоненцированием вот этой штуки, соответственно, будет экспонента 1 четвертая, там А и ЖИТ, ну, или альфа и ЖИТ, без разницы, это гамма и ЖИТ на ПСИ. Хорошо, таким образом, вот у нас закон преобразования вектора, закон преобразования Спинора для группы СО-10. Теперь, ну, собственно, возвращаясь к вопросу о приводимости, представление 32, значит, на самом деле является приводимым, то есть вот эти вот 32-компонентные Спиноры, они, значит, могут быть разбиты на два инвариантных подпространства. Эти инвариантные подпространства, естественно, соответствуют у нас правым и левым Спинорам. Понятно, что у нас в десятимерии у нас имеется матрица гамма-11, которая имеет единичный квадрат и антикоммутирует со всеми гамма-матрицами. В D равное 10 существует матрица гамма-11, ну, которая есть, естественно, 32 на 32 матрица, которая в блочной форме может быть записана вот таким образом, а вот эти вот единички, это, естественно, единичные матрицы размера 16 на 16. Вот, то есть вот такая вот матрица, которая, понятно, во-первых, имеет квадрат равный единице, и, кроме того, главное ее свойство, то, что она антикоммутирует со всеми гамма-матрицами. Вот. Хорошо. Значит, вот поэтому точно так же, как и в четырехмерии, мы можем определить правые и левые спиноры, и, понятно, они получаются там, условно, там, все правые получают... Так, ну, давайте, нет, все-таки, наверное, не буду я писать эту букву R, чтобы не путать с правыми спинорами по группе Лоренса. Правые спиноры получаются там действием вот такой вот штуки, а левые получаются действием, значит, вот такой вот штуки на 32-компонентный спинор. Ну, и совершенно понятно, что в силу вот этого вот явного вида, значит, гамма-11, у вот этих вот спиноров, у них первые 16 компонент будут отлично от нуля, а потом, значит, будут идти нули. Ну, а что касается вот этих вот спиноров левых, то для них, соответственно, будет у нас 16 нижних компонент, отлично от нуля. Ну, там, наверное, на писи 17, писи 32. Поэтому реально это будет 16-мерное пространство, что здесь, что здесь. И соответствующее представление, значит, мы обозначаем 16 для правых спиноров, а для левых спиноров, соответственно, 16 чертой. Ну, естественно, правые и левые по отношению к СО-10. Хорошо, естественно, генераторы могут быть очень легко написаны соответствующие. Генераторы, Т и житое, представление 16. Это будет у нас, ну, то же самое, что было, там было и на 4 гамма и житое, только надо еще добавить вот этот проектор. Соответственно, будет и на 8, там гамма и житое, и единица плюс гамма 11. Вот такие вот будут генераторы. Поскольку, естественно, квадрат проектора равен самому проектору, гамма и житое, это произведение двух гамма-матриц. При перестановке, там, с единицей плюс гамма 11 ничего не происходит. Эту единицу плюс гамма 11 можно справа поместить, можно слева. Ничего, естественно, не изменится. Ну, и точно так же генераторы представления 16 с чертой, они будут выглядеть вот таким вот образом. Гамма и житое, единица минус гамма 11. Хорошо. Ну, и на самом деле, вот это вот представление спинорное, размерности 16, но оно является неприводимым, и оно как раз является наиболее важным с точки зрения физики элементарных частиц. Как раз в нем, как мы в ближайшие лекции увидим, можно разместить фермионы одного поколения. И все квантовые числа при этом очень хорошо будут получаться. Но прежде чем, собственно, это сделать, ну, давайте еще некоторую, так сказать, техническую часть мы выполним. Все-таки здесь у нас написано 16, здесь написано 16 с чертой, и, как правило, то, что стоит над числом вот этого черта, означает, что соответствующие представления являются взаимно сопряженными. Да? Поэтому давайте мы действительно убедимся, что представления 16 и 16 с чертой, определенные вот таким вот образом, ну, являются друг к другу сопряженными. Прежде чем это делать, нам потребуется некоторая вспомогательная конструкция. Нам с вами нужно будет определить некоторую матрицу, которая на самом деле будет нам очень полезна в дальнейшем. Это, по сути, некоторый десятимерный аналог матрицы зарядового сопряжения. Значит, то, что в четырех измерениях у нас обозначалось буквой С, да, тоже на самом деле можно аналогичную матрицу в пространствах различных размерностей определить. Ну, наверное, для произвольной размерности я делать этого не буду. А для десятимерия, ну, постараюсь все аккуратно определить. Итак, давайте мы с вами определим аналог матрицы зарядового сопряжения в D равное 10. Итак, аналог матрицы зарядового сопряжения в D равное 10. Давайте, чтобы мы отличали его от четырехмерной матрицы зарядового сопряжения, которая нам тоже периодически нужна, давайте мы соответствующую матрицу будем обозначать буквой B. Это будет, естественно, у нас 32 на 32 матрица. И по определению, ну, точно так же, как и в четырех измерениях, это будет произведение всех симметричных гамма-матриц. И, как мы уже сегодня упоминали, при построении вот этой вот процедуры, так сказать, когда у нас гамма-матрицы рекурсивно строились, у нас получалось, что гамма-матрицы с нечетными индексами все являются симметричными, а гамма-матрицы с четными индексами антисимметричными. Поэтому давайте мы определим B как произведение гамма-1, гамма-3, гамма-5, гамма-7, гамма-9. Вот такая вот будет у нас матрица. При этом, ну, многие свойства, которые были в четырех измерениях, здесь тоже будут присутствовать. Прежде всего, как правило, все, что там содержит вот эту вот матрицу B, имеет определенные свойства симметрии. Ну, сама матрица B, там, скажем, в четырех измерениях она была антисимметрична. Ну, давайте посмотрим, что будет в десяти измерениях. Давайте попробуем вычислить матрицу B транспонированная. Значит, если я протранспонирую эту матрицу, и учту, что вот эти вот гамма-1, гамма-3 и так далее с нечетными индексами все симметричны, то при транспонировании, как бы, транспонирование на каждую из них не действует, и просто транспонирование их переставляет вот так вот. И понятно совершенно, что если вот эту штуку умножить вот на эту, и учесть, что квадрат каждой гамма-матрицы равен единице, то получится единица. Поэтому в реальности B транспонирование, B транспонированное, это, естественно, ровно то же самое, что B в минус 1. Хорошо, теперь давайте свяжем то, что получилось с исходной матрицей B. Что нужно сделать? Ну, нужно, во-первых, сначала гамма-1 переставить вот сюда. То есть будет, значит, естественно, различные гамма-матрицы при перестановке, значит, дают дополнительный знак. Каждая перестановка, поэтому если я гамма-1 переставляю, у меня будет минус единица в четвертой степени, гамма-1, гамма-9, гамма-7, гамма-5, гамма-3, потом гамма-3 переставляю, потом гамма-5 и так далее. Понятно, что я получаю минус единица, сначала вот это вот в степени 4, потом еще будет плюс 3 при перестановке гамма-3, при перестановке гамма-5 плюс 2, при перестановке гамма-7 плюс 1. Ну, естественно, получится в итоге, значит, гамма-1, гамма-3, гамма-5, гамма-7, гамма-9. Ну, это, значит, естественно, число четное, 10 здесь получается, поэтому это будет просто исходная матрица B. Поэтому, значит, вот эта вот матрица, она будет удовлетворять свойству B транспонированное, равно B минус 1, как в 4-мерии, но в отличие от 4-мерии она будет не антисимметричная, а симметричная, вот такая вот. Ну, кроме того, если я, допустим, умножу, там, скажем, матрицу гамма-1 на B, то тоже какие-то свойства, там, симметрии были в 4-мерии. Давайте посмотрим, что здесь будет. Ну, для этого давайте мы вначале рассмотрим вот такую вот величину. B, гамма-1, B в минус 1. Ну, вот, если вы помните, аналогичное что-то было тоже в 4-мерии в курсе классической теории поля. Хорошо, значит, что это будет? Ну, понятно совершенно, что результат, значит, исходно будет зависеть от того, четно вот это вот И или нечетно. Вот давайте представим, что индекс И нечетный, вот 1, 3, 5 и так далее. Тогда, если я захочу вот это вот гамма-ИТ переставить вот сюда, то я должен при нечетном И один раз прокоммутировать с какой-то из матриц, у которой индекс совпадет с этим И, поскольку здесь же произведение всех симметричных матриц. Вот. А с остальными четырьмя антикоммутировать, ну, естественно, 4 перестановки дадут знак минус, в четвертой степени, естественно, да? Поэтому, значит, суммарно будет плюс. Поэтому это будет плюс гамма-И при нечетном И. Если же И четный, то тогда, ну, заведомо соответствующий гамма-матриц, там какой-нибудь условный, гамма-2, вот здесь нет. И при перестановке гамма-ИТ вот сюда нужно сделать 5 антикоммутаций, каждый из которых, естественно, меняет знак. Поэтому здесь будет минус 1 в пятой степени, то есть минус. Значит, будет минус гамма-ИТ при четном И. Ну, давайте вспоминать, при нечетном И вот эти матрицы являются у нас симметричными, а при нечетном, ой, извините, при четном И антисимметричными. То есть и то, и другое можно записать, снова продолжить, и единообразным образом записать, как гамма-ИТ транспонированная, ну, для любого И, это уже будет верно, от единицы до 10, да? То есть уже вот такое вот свойство есть. Но опять же, если вспомнить четырехмерный аналог, здесь был минус. Хорошо, поэтому кое-где знаки, безусловно, отличаются. Ну, естественно, отсюда точно так же, как и в четырех измерениях, можно показать, что матрицы, скажем, гамма-ИТ умножить на Б тоже имеют некоторые свойства симметрии, ну, это сделать очень легко. Ну, скажем, если я, например, умножу, значит, это равенство слева на Б и учту, что Б в минус первой у меня равняется Б, то отсюда у меня будет, в частности, следовать, что гамма-ИТ Б, да, Б это то же самое, что вот это Б в минус первой, есть, значит, Б на гамма-ИТ транспонированное, а Б и Б транспонированное, они, естественно, у нас совпадают. Поэтому я могу здесь поставить транспонирование совершенно спокойно и получить, что гамма-ИТ Б совпадает со самой собой транспонированной, то есть является симметричной матрицей. Хорошо, значит, теперь полностью аналогично можно рассмотреть гамма-ИТ ЖИТ. При умножении на Б гамма-ИТ тоже будет иметь определенные свойства симметрии. Давайте посмотрим, какие. Так, наверное, стоит записать уже то, что мы получили. Значит, вот так вот, Б транспонированное равно Б в минус первой равняется Б, это раз. Потом гамма-ИТ Б транспонированное равняется гамма-ИТ Б. Ну, на самом деле, если Б стоит с другой стороны, будет ровно то же самое получаться. Теперь рассмотрим вот такую вот величину. Гамма-ИТ ЖИТ умножим на Б и протранспонируем. Все, в принципе, можно сделать полностью аналогичным образом. Это будет, естественно, одна вторая гамма-И гамма-ЖИ минус гамма-ЖИ гамма-И умножить на Б. Так, все это нужно транспонировать. Ну, а чтобы транспонировать было бы полегче, давайте я сюда поставлю единичку, которая есть Б квадрат. Вот сюда вот. И то же самое я поставлю вот сюда точно такую же единичку. Тогда что у меня получится при транспонировании? Одна вторая. Сначала пойдет вот так, сейчас не вот это, извините. Здесь будет сразу лучше взять вот это вот произведение гамма-ИТ-Б или гамма-ЖИТ-Б. Но если первое слагаемое, то, соответственно, гамма-ЖИТ умножить на Б. Оно симметрично. Поэтому будет гамма-ЖИТ-Б. Берем первое слагаемое. Потом вот это Б транспонируется. Ну, оно, естественно, симметрично. И потом гамма-ИТ-Б. Соответственно, получается гамма-ИТ-Б. Ну, и минус аналогичное выражение с переставленными местами индексами ИИЖИ. Ну, естественно, там Б в квадрате дает единицу. И получается, ну, как-то несложно видеть, гамма-ЖИИ умножить на Б. Ну, естественно, это будет минус гамма-ИЖИ умножить на Б. То есть, если матрица гамма-ИТ умножить на Б была симметричной, то матрица гамма-ИЖИТ умножить на Б будет антисимметричной. Ну, давайте, опять же, вот здесь вот это свойство запишем. Оно, я думаю, нам еще не раз пригодится. Поэтому лучше там техническую часть сделать сейчас, пока мы еще не забыли, как все вот эти вот многомерные гамма-матрицы у нас строятся. Хорошо, также еще полезные формулы, аналогичные, будут для произведений, содержащих матрицу гамма-11. Ну, в частности, несложно сообразить, что если я возьму Б на гамма-11, там на Б или Б в минус первый не суть важно, здесь никакой разницы, естественно, нету, то поскольку Б это и есть произведение пяти гамма-матриц, и гамма-11 со всеми, естественно, антикоммутирует, то при перестановке там Б вот сюда вот, я, естественно, получаю пять перестановок, и будет просто минус гамма-11. Ну, снова, опять же, умножая, значит, эту формулу на Б, и учитывая, что гамма-11 у нас является симметричной матрицей, мы получаем, что гамма-11 Б равняется минус Б гамма-11. Здесь можно поставить транспонирование, здесь можно поставить транспонирование, и будет минус гамма-11 Б транспонированное. То есть эта матрица также будет являться антисимметричной. Ну, и еще одна полезная вещь, которая сейчас нам пригодится для доказательства того, что 16 и 16 с чертой взаимно сопряжены, это формула аналогичная вот этой вот, только содержащей гамма-11. Вот если я возьму теперь матрицу гамма-ежитая гамма-11 умножить на Б, ну, у нее, естественно, тоже будут какие-то свойства симметрии, соответственно, если я ее протранспонирую, то это будет у меня гамма-ежитая на Б на Б на гамма-11 Б транспонированное равняется. Ну, дальше с помощью вот тех вот формул можно очень легко получить ответ. Значит, будет, соответственно, вот эта вот штука антисимметричная, поэтому будет минус гамма-11 умножить на Б, сначала вот это произведение, потом вот это вот, Б симметрично, ну, и гамма-ежитая на Б антисимметрична, поэтому будет еще раз минус, соответственно, гамма-ежитая на Б. Ну, в итоге, значит, Б в квадрате сокращается, дает единичку, минусы тоже взаимно уничтожаются, ну, гамма-11, естественно, можно прокоммутировать с гамма-11, будет плюс гамма-ежитая гамма-11, потому что здесь произведение двух гамма-матриц, и на Б. Таким образом, мы получаем, что гамма-ежитая гамма-11 на Б транспонированная равняется с плюсом гамма-ежитая гамма-11 на Б. Ну, на самом деле, вот можно, значит, все эти вещи обобщить достаточно легко. Ну, и давайте вот в качестве небольшого домашнего задания я предоставляю вам следующее упражнение. Убедиться, что будут выполняться следующие равенства. Так, сейчас мы их найдем, где они здесь у нас есть, в шпаргалке. Так, 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 вот, ну, это проверить, проверить, что в d равное 10, эта формула существенно десятимерная, выполняются следующие равенства. Гамма-и-1,и-2 и так далее, ик-т умножить на Б транспонированная равняется минус единичка в степени 5 минус к, 4 минус к поделить на 2, гамма-и-1,и-2 и так далее, ик-т умножить на Б, это раз. И аналогичная формула при наличии гамма-11 будет выглядеть следующим образом. Здесь будет равно, ну, немножечко другой множитель, хотя и похожий. 5 минус к, а здесь будет 6 минус к, а не 4 минус к. Ну, и тоже, соответственно, вот так вот. Гамма-и-1,и-2 и так далее, ик, гамма-11 умножить на Б. Где, естественно, вот это вот гамма-и-1,и-2 и так далее, ик, это есть антисимметризованное произведение к гамма-матриц. Да? Ну, обобщение гамма-и-житое. Вот тоже там единица на к-патериал в определении присутствует, ну, и все, соответственно, перестановки с учетом знака. Ну, как частные случаи, естественно, получаются вот эти вот формулы. Ну, например, скажем, вот здесь вот, да, к равно единице, да, тогда здесь будет 4 умножить на 3, 12, делить на 2, 6, минус единица в шестой степени, плюс 1, значит, плюс получается. Действительно так. Хорошо, ну, в общем, вот при наличии Б вот такие вот свойства симметрии получаются. Ну, хорошо, вот это вот полезная техническая часть дополнительная, ну, и с помощью вот введенной вот таким вот образом матрицы Б можно теперь как раз перейти к доказательству того, что, значит, 16 с чертой – это действительно представление, сопряженное к 16. Так, давайте этим займемся. Значит, итак, что мы знаем про сопряженные представления? Ну, всегда мы считали, что у нас генераторы сопряженного представления от генераторов исходного представления отличаются на знак и транспонирование. Поэтому, вообще говоря, значит, по идее генераторы представления 16 с чертой должны получаться из генераторов представления 16 следующим образом. Мы должны взять генераторы представления 16, протранспонировать их и поменять знак. Вот тогда вроде бы получатся генераторы представления, которое сопряжено к 16. Ну, хорошо, давайте вот это вот попробуем сделать. Значит, в конце концов, что такое генераторы представления 16, мы знаем. Итак, значит, минус, скобочка, генераторы будут и на 8 гамма и житая, на 1 плюс гамма 11, ну и, соответственно, транспонированное. Хорошо, ну, на самом деле, как-то не очень так комфортно работать, значит, вот просто с гамма и житой и гамма 11, потому что определенных свойств симметрии они не имеют, конечно, было бы намного лучше, чтобы здесь где-нибудь какие-нибудь b стояли бы, тогда мы, по крайней мере, бы точно знали, что у нас определенные свойства симметрии есть. Хорошо, ну, давайте сюда какие-нибудь вот эти вот b добавим, чтобы у нас, значит, со свойствами симметрии было бы все в порядке. Итак, минус, скобка, и на 8. Так, ну, конечно, удобно, значит, чтобы у нас была величина гамма и житая умножить на b. Вот, ну, здесь, опять же, сделаем b квадрат, вот так вот, который равняется единице, тогда у нас действительно ничего не поменяется. Ну, и, собственно, дальше можно очень легко, значит, вот эту вот формулу преобразовать. Значит, минус и на 8. Теперь, ну, b симметричная матрица, поэтому, значит, будет b. Теперь, а вот что касается b на гамма 11, ну, ровно точно так же, как и гамма 11b, они отличаются там, по-моему, на знак, вот, это будет матрица антисимметричная, да, поэтому, значит, транспонируется b со знаком плюс, а вот b гамма 11 транспонируется со знаком минус, вот так вот. Ну, а потом дальше идет гамма и житая b, соответственно, значит, оно у нас так, оно у нас антисимметрично, оно у нас антисимметрично, на всякий случай проверю. Значит, гамма и житая b антисимметрично, ровно так. Хорошо, ну и что получилось? Значит, получилось, что равняется, значит, вот эта вот штука, и на 8, давайте даже, может, сначала я b напишу, не и на 8, а b. Так, b умножить и на 8, дальше, гамма и житая я переставлю вот сюда, вот, естественно, при перестановке с гамма 11 знак не поменяется, поэтому будет гамма и житая единица минус гамма 11, ну и вот то вот крайнее b, которое в реальности можно записать вот так вот, как b в минус 1. Ну и что у нас получилось? Ну, у нас все-таки не получилось, что вот эти вот генераторы, по сути, ну, то, что мы называли генераторы представления 16 с чертой, значит, у нас получилось немножечко отличное равенство, да? У нас получилось вот так вот. Ну, на самом деле, вот эти вот наличие вот этих вот b и b в минус 1, оно не особо существенно здесь. На самом деле, в том случае, когда у нас генераторы, скажем, ну, отличаются, там, скажем, генераторы, там, условно говоря, там, какие-то одни отличаются от каких-то других генераторов, умножением слева на унитарную матрицу, а справа на обратную к ней, то соответствующие представления, они называются унитарно-эквивалентными и ставится между ними знак равенства, да? В данном случае, естественно, b это будет унитарная матрица, понятно, значит, b крест, значит, ну, с учетом того, что, значит, все гамма-матрицы у нас эрмитовые, поэтому, значит, это будет у нас, естественно, там, гаммы 9, гамма 7, гамма 5, гамма 3, гамма 1, оно же равняется b, оно же равняется b в минус 1, ну, естественно, я там учел, что нужно там какие-то перестановки сделать, вот, так что здесь у нас b действительно матрица унитарная, поэтому мы получаем, что вот эти вот минус t и j, t16 транспонированные, ну, отличаются от t и j, t16 чертой вот на такое вот умножение, по сути, так сказать, вот эти генераторы, ну, они как-то так, унитарно-эквивалентны вот этим, поэтому в реальности унитарная эквивалентность, это, по сути, знак равенства, поэтому действительно вот эти вот представления 16 и 16 чертой являются взаимно сопряженные, но, естественно, вот с такой вот точностью. Ну, кстати говоря, когда-то, ну, что-то похожее нам уже встречалось, давайте опять же, раз мы уже заговорили здесь об унитарной эквивалентности, давайте вспомним, ну, самый простой пример, который не раз нам уже встречался, но, правда, на какие-то математические аспекты мы не обращали особо детали, не обращать внимания особого, значит, это пример фундаментальное представление группы SU2, да, у фундаментального, вот если мы рассмотрим группу SU2, да, у нее есть фундаментальное представление 2, вот, и генераторы в этом фундаментальном представлении, ну, как всем прекрасно известно, значит, генераторы фундаментального представления есть матрицы Паули, деленные пополам, ну, индекс А, естественно, пробегает значение от единицы до трех. Хорошо, если я теперь попробую построить представление сопряженное к фундаментальному, то есть попробую рассмотреть, значит, минус ТАТ транспонированное, то это будет минус Сигма АТ пополам транспонированное, и как несложно сообразить, вот эту вот величину можно записать вот таким вот образом, как матрицу Сигма 2 умножить на Сигма А, деленное пополам, на Сигма 2. Ну, действительно, если А равно либо единице, либо тройке, то соответствующие матрицы Паули, они являются симметричными. С одной стороны, а с другой стороны антика мутирует Сигма 2, поэтому если я Сигма 2 протащу сюда, возникнет знак минус, ну, а транспонирование на них не действует. Если же А равняется двойке, то, понятно, Сигма А в квадрате даст просто единицу, получится плюс Сигма 2 пополам, ну, а с другой стороны Сигма 2 антисимметрично, поэтому, значит, и транспонирование дает дополнительный знак минус, так что снова получается здесь Сигма 2. Поэтому равенство действительно такое, причем, очевидно, Сигма 2 является там матрицей унитарной, значит, ну, понятно, она Эрмитова, да, там Сигма 2 крест равно Сигма 2, и там в квадрате дает единицу, поэтому я, при желании, могу поставить вот так вот, минус первой степени, ну, и я как раз получаю, что это и есть, соответственно, Сигма 2 Та на Сигма 2 в минус первой, то есть, по сути, у нас представление 2 с чертой для группы Су-2, оно равно представлению 2, то есть представление 2 и 2 с чертой, это одно и то же, ну, естественно, вот с такой вот точностью, ну, как говорят, там, фундаментальное представление группы Су-2, унитарный эквивалент на своему сопряженному. Вот, ну, опять же, это, конечно, там, такой более простой и привычный пример, ну, у нас, в общем, получилось там что-то аналогичное, ну, конечно, там, в более сложном случае, там, и с определенными, значит, замечаниями. Хорошо, значит, таким образом все, мы разобрали, что 16 и 16 с чертой являются друг к другу взаимно сопряженными, ну, давайте, пожалуй, что, значит, на этом сейчас немножечко остановимся и сделаем 5 минут перерыв. Теперь мы переходим к, по сути, самой важной задаче. Мы постараемся понять, как представление 16 группы Су-10, которое было построено ранее, раскладывается по представлениям подгруппы Су-5 на У-1. Так, параграф у нас по счету будет третий. Параграф 3. Разложение Представление 16 Ну, естественно, группы Су-10, да? По представлениям подгруппы Су-5 на У-1. Ну, конечно, пара замечаний по поводу даже названия. Я, естественно, значит, во-первых, игнорирую глобальную структуру. По сути, речь, конечно, пойдет прежде всего об алгебрах Ли. Там всякие множители типа там, ну, факторы типа Z5 я, естественно, рассматривать не буду. Ну, кроме того, конечно, представление не только у Су-5. У У-1 квантовые числа — это заряды, естественно. Но, собственно, я думаю, понятно, о чем пойдет речь. Хорошо. Значит, итак, как мы знаем, у группы Су-10 имеется подгруппа У-5, которая, ну, почти что там Су-5 на У-1 умножить. Ну, по крайней мере, в алгебре Су-10 есть под алгебра Су-5 плюс У-1. Хорошо. И дальше у нас есть неприводимое представление 16 группы Су-10. И вопрос. А если я буду совершать не произвольные Су-10 преобразования, а преобразования там из подгруппы, там, ну, У-5 или там Су-5 на У-1, не суть. Важно вопрос. У меня не возникнут ли какие-то внутри представления 16, ну, пространство представления 16, инвариантные подпространства. Да, понятно, что раз 16 неприводимое представление, то для произвольных Су-10 преобразований, естественно, никаких инвариантных подпространств даже по определению быть не может. Но если мы будем совершать не произвольные Су-10 преобразования, а преобразования, там, соответствующие определенной подгруппе, то, естественно, инвариантные подпространства вполне могут возникнуть. Ну, и, по сути, вот это вот пространство представления 16, оно распадется на прямую сумму инвариантных подпространств. Ну, то, что мы всегда с вами называли правило ветвления. Хорошо. Значит, давайте попробуем вот это сделать. Ну, здесь, конечно, нам потребуется, безусловно, определенная техника. Давайте начнем с того, что у нас имеются гамма-матрицы в десятимерии, которые удовлетворяют вот такому вот антикоммутационному соотношению. Ну, теперь можно написать, что единичка, это на самом деле единичная матрица размера 32 на 32. Хорошо. Давайте мы эти гамма-матрицы представим следующим образом. Так, ну, я, наверное, спешу с бумажки все-таки, чтобы все было аккуратно. Значит, если и пробегает значение от единицы до пяти, то давайте мы представим матрицы гамма-итэ как одну вторую хи-итэ плюс хи-крест-итэ. Ну, соответственно, индекс и пробегает значение от единицы до пяти. И вот здесь вот очень существенно, что здесь и внизу, а здесь и стоит сверху. Это важно. А вот матрицы гамма-итэ плюс пять мы представим в виде минус и, соответственно, хи-итэ минус хи-крест-итэ. Ну, соответственно, ну, тоже и, естественно, пробегает значение от единицы до пяти. То есть, в принципе, по-другому мы просто определили некоторые матрицы хи и хи-крест. Ну, в реальности, понятно, можно легко эти соотношения относительно хи и хи-крест решить. Так, только здесь должно быть пополам. Так, да, секунду. А, сейчас, сейчас, извините. Так, вот все ошибки, они при переписывании возникают. Вот, вот так вот. Сейчас так вот надо проверить, что все правильно. Так, гамма-итэ так. Да-да-да, вот так. Все, теперь правильно. Вот, извините. Значит, так. Можно, естественно, эти соотношения легко решить. Ну, скажем, если мы второе равенство домножаем на мнимую единицу, складываем с первым и делим на два, то у нас получится, да, что эквивалентно это будет означать, что хи-итэ это, ну, по сути, по определению, да, 1, 2, так, гамма-итэ плюс и гамма-и плюс 5, а хи-крест и тэ равняется 1, 2, гамма-итэ минус и гамма-и плюс 5. Так, ну, на всякий случай я тоже перепроверю эти равенства. Да, да, вроде бы правильно, похоже, похоже. Хорошо, то есть, по сути, мы определили вот эти вот хи-итэ и хи-итэ крест вот таким вот образом. Причем первое, наверное, что можно заметить, что вот этот крест – это самое настоящее эрмитово сопряжение. У нас, напомню, гамма-итэ, они по построению являются эрмитовыми. У нас пространство, естественно, эвклидовой сигнатуры. Это можно такие матрицы выбрать. И поэтому, если я эрмитовое сопряжение применяю вот к этой штуке, то у меня получается, что на вот эту матрицу и на вот эту матрицу эрмитовое сопряжение не действует. Ну, а знак, естественно, перед ним и единицы меняется. Поэтому, значит, эти матрицы действительно связаны друг с другом эрмитовым сопряжением. Ну, и, естественно, это есть, конечно, 32 на 32 матрицы какие-то. Хорошо, значит, давайте теперь попробуем понять, каким антикоммутационным соотношением эти матрицы у нас будут удовлетворять. Индекс, естественно, пробегает значение от единицы до 5 теперь уже, да? Это важно. Давайте тоже напишем. И пробегает значение от единицы до 5. А вот здесь, естественно, и пробегает значение от единицы до 10. Хорошо, давайте попробуем вычислить, чему будет равен антикоммутатор матриц хитой и хижитой. Равняется, ну, вот они у нас есть. 1 четвертая антикоммутатор гамма и плюс и гамма и плюс 5 гамма ж плюс и гамма ж плюс 5. Так, антикоммутатор закрывается, равняется, равняется 1 четвертая. Ну, естественно, когда у нас гамма-матрицы при антикоммутировании дают нетривиальный результат? Когда у них индексы совпадают. То есть понятно, что, значит, им может совпасть с g и тогда, скажем, антикоммутатор гамма и т с гамма ж и т даст, естественно, там 2 дельты и ж. Что касается совпадения итого и g плюс 5, то понятно, они совпасть заведомо не могут. Индекс ит пробегает значения от 1 до 5 и g от 1 до 5. Поэтому g плюс 5, соответственно, от 6 до 10. И эти два индекса совпасть заведомо не могут, поэтому антикоммутатор первого с последним будет заведомо нулевой. Ну, то же самое относится и к антикоммутатору вот этого с этим. Но зато вот эти вот могут дать, так сказать, ненулевой антикоммутатор, естественно, при, так сказать, равном g. Поскольку еще мнимая единица будет в квадрате, то знак будет минус. Значит, будет минус 2 дельта и ж и т, и получается 0. Поэтому первое, значит, что мы замечаем, что антикоммутатор хи и т, хи ж и т будет равен 0. Полностью аналогично для хи крест. Ну, здесь, опять же, просто повтор, по сути, того же самого. Давайте заново, наверное, напишу, пускай будет. Так, хи крест и т, тут все-таки индекс надо аккуратно. Вот здесь вот, по крайней мере, вот в этом месте поставить его сверху. Ну, дальше уже не особо принципиально. Ну, понятно, здесь будет, соответственно, антикоммутатор. Вот уже нижнюю строчку беру. Минус и гамма и плюс 5. Гамма g минус и гамма g плюс 5. Ну, я надеюсь, что никто там индекс и с мнимой единицей не спутает. Вот, равняется 1 четвертая. Соответственно, то же самое, значит, будет 2 дельта и ж и т. Ну, а здесь там разница. Раньше было плюс и в квадрате, теперь минус и в квадрате. Ну, все равно в итоге минус. Значит, поэтому 0. И здесь уже не принципиально, где индексы стоят снизу сверху. Хорошо, так, значит, гамма хи крест и т хи крест жито равняется 0. Так, ну, остается посчитать, чему будет равен антикоммутатор хи и хи крест. Ну, давайте посмотрим, что это будет. Значит, если я вычисляю хи и т хи крест жито, то это будет у меня 1 четвертая антикоммутатор гамма и т плюс и гамма и плюс 5. Это будет хи и т и хи жито крест. Значит, гамма жито минус и гамма жи плюс 5 равняется 1 четвертая. Ну, снова понятно, все то же самое, только теперь будет произведение плюс и на минус и. Значит, знак будет плюс 2 дельта и жи равняется, ну, естественно, дельта и жи. Ну, давайте я, значит, чтобы у меня была формула, в которой индексы слева и справа стояли бы одинаково в итоге, я, наверное, вот так вот напишу. Дельта и жито. Почему там нужна разница между верхними и нижними индексами, будет понятно несколько позже. Поэтому, соответственно, мы получаем, что хи и т и хи крест жито равняется дельта и жито. Ну, естественно, и жи пробегает здесь значение от единицы до 5. Хорошо. Ну, что получилось? Ну, получилось то, что называется алгебра Клиффорда. Да, и, естественно, представления этой алгебры Клиффорда, они прекрасно известны. Ну, и, собственно, сейчас давайте вспомним, по сути, как они строятся. Ну, прежде всего, значит, для того, чтобы построить представление вот этой вот алгебры Клиффорда, вначале необходимо определить, ну, вот такой вот как бы аналог вакуума, да, вектор некоторый, который я буду, значит, обозначать вот таким вот образом. Значит, ну, построим, да, построим, построим. Давайте даже вот так напишем. 32-компонентный столбец. Столбец. Вот такой вот. Такой, что при действии на него хи-и-тэ получается ноль. То есть, что хи-и-тэ, при действии на эту штуку, дает ноль для любого и пробегающего значения от единицы до пяти. Замечу, что, значит, вот эта вот штука, это не ноль. Ну, наверное, чтобы все было чуть-чуть понагляднее, я на секундочку отвлекусь от случая d равное десяти. Значит, потом мы к нему, естественно, вернемся. А для пояснения давайте рассмотрим случай d равной двойки. Попробуем, так сказать, сообразить в двумерии, что будет являться аналогом. В двумерии у нас две гамма-матрицы, а аналогом хи будет являться, соответственно, будет одна единственная величина. Одна вторая, соответственно, гамма-матрица, это то же самое, что матрица Паули. Сигма-1 плюс и сигма-2, ну, а хи-крест, это будет одна вторая сигма-1 минус и сигма-2. Ну, и давайте вспомним, как они выглядят. Да, где-то сигма-1, это есть у нас матрица 0, 1, 1, 0, а сигма-2 есть матрица 0, минус и и 0. Вот такие вот это матрицы, поэтому если я их в хи подставлю, то, значит, после, значит, несложных преобразований окажется, что вот это вот есть вот такая вот матрица, да, а вот эта вот штука, ну, должна быть эрмитово сопряжена к ней, и, значит, тогда, по-моему, она действительно получается правильно вот такой вот. Хорошо, а теперь дальше, значит, если я хочу построить, ну, в двумерии вот такую вот величину, значит, то 0 должен быть равен хи на вот эту вот штуку. Ну, и этот столбец заведомо не нулевой. Давайте посмотрим, а что это за столбец? Это, понятно, будет какая-то константа, ну, не понятно, он определен с точностью до несущественной мультипликативной постоянной. Ну, и чтобы получался, значит, 0, он должен быть вот таким вот, да, то есть, вот, понятно, тогда хи действует на него, будет давать 0, да, ну, а хи крест, естественно, даст не 0, не нулевой результат. Хорошо, при этом, значит, ну, видно, что хи крест, действуя сюда, даст, значит, некий ненулевой вектор. Хорошо, ну, вот, поэтому ясно, что, значит, вот эта вот штука, это некоторый отличный от 0 32-компонентный столбец, естественно, определенный там с точностью до несущественного множителя, вот, и ни в коем случае не равен 0. Ладно, все, возвращаемся, значит, в десятимере, и дальше строим, значит, еще некоторый набор, так сказать, столбцов, который будет в перспективе у нас образовывать базис вот в 32-компонентном пространстве вот таких вот столбцов. Значит, для этого что мы делаем? Мы определяем вектора, определим, ну, столбцы, вектора, столбцы, давайте, столбцы, такие, да? Первый будет, мы можем, ну, во-первых, это будет вот этот, он один-единственный, да, одна штука с точностью до там несущественного множителя. На него можно подействовать, вообще говоря, вот этими матрицами или операторами, как хотите, значит, хи и т, при этом получится по количеству индексов 5 штук каких-то столбцов, значит, соответственно, будет c1 из 5 равный 5 штукам, да? Вот таких будет. Потом можно подействовать двумя вот этими вот матрицами. Будет понятно c2 из 5 штук таких столбцов. Почему c2? Потому что по ижи, очевидно, антисимметрия, да, в силу того, что хи и т-крест и хи и жи т-крест антикоммутируют друг с другом, то, конечно, вот эта вот величина по индексам и ижи будет антикоммутировать, соответственно, значит, антисимметрия здесь будет, ну и количество независимых компонентов антисимметричного тензора будет, так сказать, ну 5 умножить на 4 делить на 2, да, это есть как раз c2 из 5 число сочетаний. Процесс, естественно, дальше продолжается. Ну, я уже сюда, наверное, перейду, да, следом можно построить вот такие вектора, хи-крест и т, хи-крест жи т, хи-крест катэ. Снова действую на этот столбец. Их будет, соответственно, c3 из 5 штук, да, ну где-то там можно, конечно, написать, да, там, ck из n, по определению есть n факториал, k факториал, n минус k факториал, или полноты изложения можно написать, да. Значит, потом можно вот такую вот штуку определить, хи-крест катэ, хи-крест эльтэ. Их будет, понятно, там, c4 из 5, это снова 5 штук. Ну, и, наконец, можно еще вот такую вот вещь определить. И здесь будет у меня c5 из 5 равняется 1 штук. Ну, и на самом деле можно сообразить, что дальше уже процесс продолжить нельзя. Почему? Ну, понятно совершенно, что если у меня вот эти вот хи-крест, они антикоммутируют, то если у меня какой-то, ну, индекс и с индексом g совпадет, то получится там 2 хи-крест в квадрате, и это будет 0. Поэтому квадрат каждой матрицы хи-крест будет, естественно, равен 0. Ну, точно так же, как и квадрат каждой матрицы хи. И поэтому заведомо в подобного рода вот произведениях всегда должны быть разные матрицы, да, не может индекс совпасть. Если индексы 2 совпадут, сразу получится 0. Ну, ясно совершенно, что каждый индекс пробегает значение от 1 до 5, поэтому, ну, самое большое количество хи с различными индексами это 5. Если я какой-то 6 добавлю хи, то 2 индекса обязательно совпадут. Ну, а как только они совпали, сразу получается 0. Поэтому все, значит, больше у меня уже ничего не будет. Ну, и давайте посмотрим, а сколько же всего получилось вот таких вот столбцов. То есть я начал с какого-то одного столбца, значит, определил там еще некоторое количество. Ну, и давайте посмотрим, а всего-то сколько оказалось. Для этого надо посчитать их количество. Но это не очень сложно сделать, поскольку здесь, конечно, будет работать формула для бинома Ньютона. Значит, всего получаем, значит, сумма по k от 0 до 5, ck из 5, да, значит, вот здесь у нас c0 из 5 равная единице, да, и здесь c1, ну и так далее. Понятно, что это будет 1 плюс 1 в пятой степени равняется 2 в пятой степени равняется 32. То есть число таких столбцов, оно оказалось равному размерности вот этого вот пространства представлений, пространства спиноров в размерности d10. Понятно, значит, ну, кроме того, на самом деле, можно легко сообразить, что все вот эти вот величины являются взаимно ортогональными. Ну, я уж не знаю, там, если я, допустим, вычисляю, скажем, скалярное произведение, там, я не знаю, хоть вот этого на это, да, то я получаю что-то типа там 0, да, на хи-крест итое, хи-крест житое на 0. Понятно, что когда хи-крест действует сюда, ну, в силу соответствующего условия эрмитра сопряженного, получается 0, поэтому это будет 0. Ну, аналогично там все остальное проверяется. Ну, в каких-то более сложных случаях приходится учитывать какие-то, там, вот эти вот антикоммутационные соотношения. Ну, я уж подробно, наверное, делать не буду. Впереди подобных вычислений еще достаточно много. Ясно совершенно, что все вот эти вот столбцы, они оказываются взаимно ортогональными. Ну, а если они взаимно ортогональны, то они, естественно, и линейно независимы, и стало быть, ну, раз их число разноразмерности пространства представления, то в пространстве вот этого 32-мерного спинорного представления вот эти столбцы образуют базис. Прекрасно. Ну, если у нас получился базис, то, естественно, произвольный 32-компонентный спинор по вот этому базису может быть разложен. Ну, давайте это сделаем. Итак, возьмем некоторый 32-компонентный спинор, который обозначим буковкой ПСИ. Соответственно, его, ну, можно разложить вот этому вот базису. Ну, давайте, чтобы все было аккуратно, я соответствующие коэффициенты аккуратненько, так сказать, напишу. Так. Значит, ну, во-первых, вот такой вот вектор. Ну, понятно, какой-то нужен еще коэффициент. Давайте этот коэффициент обозначим буковкой ПСИ. Ну, в принципе, спинор – это поле, поэтому здесь ПСИ может зависеть от Х. Это некоторый постоянный вектор. Ну, в двумерии мы видели там, не помню, то ли 0,1, то ли 1,0 – не суть важная. Ну, постоянный вектор, не зависящий от координат, поэтому вся зависимость от координат сидит вот в этом коэффициенте ПСИ. Потом следующие вектора будут вот такие вот. Перед ними, ну, поскольку здесь величина без индексов, да, то, соответственно, здесь коэффициент какой-то должен иметь индекс. Ну, и давайте для удобства дальнейших обозначений здесь я поставлю вот такую вот волну плюс единица на 2 факториал Хи крест ИТ, Хи крест ЖИТ, вот этот вот нолик, ну, и какой-то коэффициент, который я обозначу ПСИ ЖИТ. Ну, потом точно так же, плюс Хи крест ИТ, Хи крест ЖИТ, Хи крест КТ, тоже здесь какой-то коэффициент, ну, просится, конечно, ПСИ ИЖК, но вот это вот ПСИ ИЖК, это будет величина заведомо антисимметричная по ИЖИК, потому что вот эти вот Хи крест антикоммутируют. И удобно написать не тензор антисимметричный с тремя индексами, а представить его следующим образом. Ну, умножить, так, я же сюда придется перейти, значит, эпсилон символ ИЖИК, и, соответственно, здесь какие-нибудь ЛМ, значит, на ПСИ с волной ЛМ, ну, и там, поскольку здесь два индекса сворачиваются, здесь три индекса сворачиваются, ну, удобно поставить, там, нормировочный коэффициент 2 факториала умножить на 3 факториала. То же самое, если у меня 4 Хи, тоже удобно написать единицу на 4 факториал, Хи крест ИТ, Хи крест ЖИТ, Хи крест КТ, Хи крест ЛТ, вот этот вот вакуумный такой столбец, и коэффициент снова удобно представить следующим образом, эпсилон ИЖИКЛМ на ПСИМ. Ну, почему удобно, понятно, потому что, естественно, проще иметь дело с вектором, у которого один индекс, чем с антисимметричным тензором, у которого 4 индекса. Конечно, это, значит, существенно дело упрощает. Ну, и последнее слагаемое, единица на 5 факториал, Хи крест И, Хи крест ЖИ, Хи крест К, Хи крест Л, Хи крест М, вот этот вот столбец вакуумный, и какой-то коэффициент, который мы называем ПСИС-волной. Хорошо, и таким образом у нас получилось, что, по сути, вот спинор некоторый, ну вот, раскладывается по вот этому базису, и заметьте, какие любопытные получаются коэффициенты разложения по базису. Посмотрите, у них у всех вот этот вот индекс И пробегает значение от единицы до 5. Где-то он стоит снизу, где-то стоит сверху. Ну, и посмотрите, какие интересные структуры получаются. Вот если мы, допустим, посмотрим на те структуры, которые не содержат волну. Вот здесь вот есть ПСИ, который индексов не имеет. Есть ПСИ ЖИ, которая, очевидно, по индексам ИЖИ антисимметрично, и имеет два нижних индекса, пробегающих значением от единицы до 5. И есть еще вот это вот ПСИ МТ. Да, спасибо большое, правильно, правильно, большое спасибо. Все верно, значит, конечно, надо еще написать, умножить на эпсилон ИЖИ КЛМ. Абсолютно верно. Да, большое спасибо. Хорошо, значит, и есть еще так, вот есть еще без волны вот это вот ПСИ М. И ПСИ М имеет один индекс сверху, пробегающий значение от единицы до 5. Но вот такие-то структуры тензорные нам уже встречались немножечко раньше. И что это были за структуры? Это же были ровно те представления, в которых элементарные частицы одного поколения находились по группе СУ-5. Поэтому, посмотрите, вот они здесь впервые возникают. Но правда, надо сказать, что здесь вот у нас с этой стороны стоит 32-компонентный спинор. То есть, вообще говоря, значит, вот эта вот формула, она описывает разложение не представления 16, которые нас интересуют, а представления 32, которые есть там прямая сумма 16 и 16 с чертой. Поэтому, конечно, значит, нам необходимо выделить отсюда представление 16. Ну, что для этого нужно сделать? Понятно совершенно, что, значит, нужно спроектировать все это, значит, умножив данное равенство на 1 вторую единицу плюс гамма 11. И тогда, в этом случае, вот здесь у меня будет уже не произвольный 32-компонентный спинор, а правый спинор, принадлежащий представлению 16. Но, правда, тут есть один небольшой тонкий вопрос. Значит, вот этот вот вектор, который у нас получился, когда мы определили его так, чтобы хи и т действия на него давали бы 0, он будет являться правым или левым. Ну, допустим, вот опять же, если вспомнить, там, д равное двойке, да, когда у нас там хи, это была матрица, так, по-моему, вот такая вот она была, а хи крест было вот таким вот. Вот, сейчас на всякий случай проверю. Значит, вот этот вот столбец, он был у нас, какой там получался, 1, 0, да, и если вспомнить, что у нас матрица гамма 3 в двумерии, это то же самое, что сигма 3, да, она же, там, 1, 0, 0, минус 1, то вот эта вот матрица гамма 3, действуя на вот этот столбец, это было бы 1, 0, 0, минус 1 на 1, 0, равняется 1, 0, равняется 0 с плюсом, да, то есть в двумерии это был правый столбец. Ну, на самом деле, по-всякому может получиться результат, как оказывается, зависит от размерности пространства. Ну, опять же, речь идет, конечно, о тех обозначениях, которые мы используем. Ну, и в частности, давайте убедимся, что в десятимерии у нас действительно соответствующий вектор будет являться правым спинором, точно так же, как и в двух измерениях. Так, на всякий случай, прежде чем стереть, проверю, что правильно написано для случая двух измерений. Да, все верно. Хорошо, так. Значит, давайте теперь посмотрим, какую киральность будет иметь вот этот вот столбец нулик в случае d, равный 10. Ну, для этого, на самом деле, значит, аккуратно нужно определить сначала, чему будет равна матрица гамма-11, как она связана с другими гамма-матрицами. И на самом деле, значит, можно сообразить, что, значит, матрица, вот эта вот гамма-11, которая у нас довольно часто фигурирует, это есть там минус единица в пятой степени на произведение гамма-1, гамма-2, гамма-3, ну и так далее, последнее, соответственно, гамма-10. То есть, это есть произведение всех гамма-матриц. Ну, а коэффициент соответствующий будет равен минус и в пятой степени. Ну, на самом деле, убедиться в том, что вот такая вот формула верна, можно, используя, значит, индукцию снова по размерности, достаточно несложно проверить, что если у меня есть там какое-то там четное d, да, d счетная величина, то, соответственно, матрица вот эта вот в демерии, значит, гамма-d плюс единица будет как раз равна минус единичка в степени d пополам на гамма-1, гамма-2 и так далее, гамма-d. Вот в реальности такая штука будет и равна она будет там, ну, естественно, блочная матрица, здесь будет там 2 в степени d пополам, здесь тоже там будет 2 в степени d пополам, вот такая вот матрица. Ну, проверить это на самом деле, значит, можно, как я уже сказал, используя математическую индукцию по размерности пространства-времени. Ну, давайте, наверное, если мы уж хотим все, чтобы было у нас аккуратно и подробно, то давайте, наверное, соответствующее доказательство проделаем. Значит, если у нас d равняется двойке, да, то эта формула верна, потому что, соответственно, гамма-3, это будет тогда, ну, в силу вот этой вот формулы, значит, d пополам равняется единице, здесь мы получим минус и гамма-1, гамма-2 равняется минус и сигма-1, сигма-2 равняется, ну, минус и на и сигма-3 равняется сигма-3, ну, и действительно сигма-3 ровно. Такой вид имеет, поэтому при d равной двойке это действительно так. Ну, дальше что нужно сделать? Предположить, что для какой-то четной размерности у нас такая формула будет справедлива, и дальше убедиться, что при увеличении размерности на двойку, да, чтобы снова получить четное число, у нас по-прежнему вот эта вот формула будет верна. Ну, опять же, если вспомнить, как мы, значит, вот эти вот гамма-матрицы строили, а строили мы их следующим образом. Мы, по сути, значит, при переходе от нечетной размерности к следующей четной размерности, значит, первые гамма-матрицы представляли вот в таком виде, допустим, гамма, там, d и t у нас было равно, соответственно, значит, вот так вот, по-моему, мы строили их как блоки, здесь у нас были гамма-матрицы из предыдущей нечетной размерности, и, по-моему, здесь вот то же самое, на всякий случай, можно сейчас проверить, по-моему, вот они были ровно такие, да, значит, и это, естественно, у нас было верно для любого и пробегающего значения от единички до d-1. Ну, а, соответственно, гамма-d с индексом d у нас строилась как блочная матрица вот такая вот, сейчас я опять же проверю внимательно знак, минус i на i. Хорошо, ну, теперь, собственно, остается, значит, просто вычислить вот эту вот величину, ну, и давайте посмотрим, как ее можно вычислить. Значит, смотрите, наверное, проще всего поступить следующим образом, так, чуть-чуть придется отступить, значит, вот здесь вот написать гамма-d, значит, на, здесь будет d плюс 1, индекс, это размерность, это номер, соответственно, это будет минус i, потом минус i в степени d минус 2 пополам, потом будут матрицы гамма-1, гамма-2 и так далее, гамма-d минус 2, давайте я их вот так вот в скобочку возьму, потом будет матрица гамма, значит, d минус 1 и гамма-d. Ну, естественно, значит, все относится, все берется в д-измерение. Теперь используем предположение математической индукции, что в размерности, значит, d минус 2 наше предположение верно. Тогда у нас, соответственно, это будет минус i, и возникает, ну, смотрите, произведение вот таких вот матриц, если, поскольку здесь четное число этих матриц, то их можно попарно умножать. Ну, и, естественно, значит, результат будет блочной матрицей, и ненулевые результаты будут стоять вот в этом блоке и в этом. И что будет стоять в этих блоках? Ну, очевидно, в силу предположения индукции, стоять в них будет вот такая величина, соответственно, гамма-d минус 2, соответственно, d минус 1, гамма-d минус 2, d минус 1, а здесь нули. Так, ну, дальше, соответственно, остались еще вот эти вот две матрицы. Ну, давайте их напишем. Так, первая вот такая вот, соответственно, значит, будет 0, 0, гамма, соответственно, значит, d минус 2, то же самое, d минус 1, гамма-d минус 2, d минус 1. Понятно, значит, гамма-матрицы в нечетной размерности получаются из предыдущей четной размерности и с учетом еще матрицы гамма-d плюс 1. И, соответственно, на матрицу вот эту вот 0, так, где там и стояло, сейчас не помню, вот так вот здесь стояло. Вот. Ну, естественно, квадрат вот этой матрицы, он равняется единице, ну, единичной матрицы там соответствующего размера. Ну, поэтому давайте посмотрим, значит, что здесь будет. Так. Здесь у нас получится, ну, как несложно заметить, вот я, значит, перемножаю вот это на вот это, встанет вот в этот блок и умножится дальше вот сюда. Квадрат вот этой матрицы равен единице, минус i. И сократится, получится здесь 1. Теперь, значит, в этом блоке будет 0, в этом блоке будет 0, а вот в этом блоке, значит, получится вот эта штука на минус i, на минус i и на вот эту, значит, здесь будет минус единица. Ну, все, значит, действительно видно, что все получилось правильно. Утверждение доказано. Таким образом, действительно, вот мы эту формулу с помощью метода математической индукции сумели доказать. Хорошо, значит, итак, теперь, собственно, мы знаем точное выражение для матрицы гамма d плюс 1. Соответственно, матрица у нас гамма, ну, 11, да, в данном случае будет минус i. В пятой степени гамма 1, гамма 2, гамма 3, гамма 4, ну и так далее, там, да, гамма 10. И, собственно, наша задача теперь выяснить, вот если это гамма 11 действует вот на этот столбец, что получится, знак плюс или знак минус? Ну, как это можно сделать? Вот так вот, значит, минус i в пятой степени, потом беру гамма 1, гамма 2, гамма 3, ладно, вот сейчас придется все, наверное, 10 написать. гамма 7, гамма 8, гамма 9, гамма 10, вот этот столбец, и вот эти матрицы я немножечко по-другому перегруппирую. Гамма 6 я помещаю рядом с гамма 1, следом гамма 7 я помещаю рядом с гамма 2 и так далее. Естественно, при этом там, значит, перестановки делаются с помощью антикоммутирования, у меня получается некоторый дополнительный множитель, значит, будет гамма 1, гамма 6, вот так вот я скобочку поставлю, гамма 2, гамма 7, гамма 3, гамма 8, гамма 4, гамма 9, гамма 5, гамма 10, потом вот этот столбец и множитель. Минус единица. Сначала будет 1, 2, 3, 4 перестановки, для гамма 6, для гамма 7 будет на единичку меньше 3 перестановки, для гамма 8, 2, а для гамма 9, 1, да? Ну, понятно. Соответственно, ясно, здесь четное число, поэтому вот эта вот штука есть просто плюс 1. Хорошо, теперь последнее усилие. Давайте попробуем сообразить, что вот это вот за величины, почему я их вот так вот расставил. Здесь стоит гамма ИТ, а здесь стоит гамма И плюс 5, и везде вот так. Теперь смотрите, а что такое, скажем, гамма И на гамма И плюс 5, ну, скажем, действуя вот на этот столбец, без суммы по И. Нету суммы. Вот, то есть индекс И просто чему-то равен, и суммирование по нему не производится. Ну, это опять же, давайте вспомним, у нас вот формулы были для вот этих вот матриц через хи. Так, ну вот, поскольку я там уже ошибался при переписывании, давайте аккуратно их выпишем. Значит, это будет у нас хи ИТ плюс хи крест ИТ на минус И хи ИТ без суммы минус хи крест ИТ. И действует вот на это. Хорошо. Смотрите, ну, на самом деле, по определению своему, значит, действие хи ИТ на вот этот вот вектор есть ноль. Поэтому эта штука уходит в ноль. Теперь, квадрат каждого хи крест, это ноль. Поэтому вот это в ноль уходит. Ну, что касается оставшегося хи ИТ, значит, на хи ИТ крест, ну, надо, понятно, протащить хи ИТ через хи крест вправо, чтобы он подействовал сюда и дал бы ноль. Но при этом, естественно, нужно использовать антикоммутационное соотношение. Значит, там будет единичка возникать. Ну, с учетом вот минус И и минус единицы будет просто И умножить на ноль. И так будет, по сути, для вот этой штуки, для вот этой, для вот этой, для вот этой и для вот этой. Здесь будет хи один, здесь будет хи два, хи три, хи четыре, хи пять. Хорошо, поэтому это будет равно минус И в пятой степени. Каждое из вот этих вот произведений даст мнимую единичку и получится, соответственно, таким образом, в Д равное десяти, вот этот вектор будет являться правым спинором. Ну, на самом деле, вот опять же, в качестве простого домашнего задания, повторяющего, по сути, вот это вот вычисление, я предлагаю вам убедиться, что если у вас доизмерений, значит, для... Ну, давайте так, домашнее задание. Доказать, что в Д измерениях, ну, естественно, Д четно, у вас матрица вот эта вот гамма Д плюс один при действии на вот эту вот штуку даст следующий множитель. Сейчас я его спешу с бумажки. Значит, множитель будет такой. Минус единица в степени Д на Д минус 2 поделить на 8. Ну, и, соответственно, вот так вот. Ну, в частности, видно, что в двух измерениях получается плюс, ну, и в десяти измерениях тоже получается плюс. Ну, там есть измерения, где будет минус. Хорошо, но самое главное, самое главное, что у нас, значит, в десятимерии, давайте, собственно, вернемся, значит, к десяти измерениям нашим. Значит, в Д равное 10 гамма 11 действия на вот этот вектор дает, соответственно, его со знаком плюс. Ну, поэтому одна вторая единица плюс гамма 11 на этот вектор это будет он сам. А если я возьму одну вторую единицу минус гамма 11 на этот вектор, то получается ноль, да? То есть, на самом деле, между вот этим и вот этим очень большая разница. Это не нулевой столбец, а это просто ноль. Хорошо. А теперь вернемся вот к этой формуле. И вспомним, кроме того, что все вот эти хи есть некие линейные комбинации гамма-матриц. То есть, по сути, хи это там, ну, сумма гамма-матриц каких-то. Причем не произведение, а именно, так сказать, в единственном числе гамма-матрица для каждого хи. Поэтому, если я перетаскиваю единица плюс гамма 11 через хи, то знак перед гаммой 11 меняется. То есть, на самом деле, так как хи это одна гамма-матрица, то единица плюс гамма 11 умножить там на хи крест и т, это будет хи крест и т умножить на одну вторую единица минус гамма 11, да? Ну, так как, давайте напишем, хи крест и т равняется, но, по-моему, не знаю, насколько я правильно эту формулу запомнил, по-моему, вот такое какое-то было равенство, в котором не помешает еще разочек убедиться, заглянув в шпаргалку, да, ровно такое. Хорошо. Ну, и итог. Применяю теперь вот этот вот проектор, вот к этой формуле. Вот самое-то интересное, давайте, главный результат получим. Тогда смотрите. Значит, на вот эту штуку будет действовать одна вторая единица плюс гамма 11. И везде, где будет четное число хи, на вот этот вектор будет действовать единица плюс гамма 11. То есть, вот это слагаемое выживет, вот это выживет, и вот это выживет. А вот что касается, скажем, вот этого слагаемого, то для него будет, ну, например, следующее. Ну, давайте напишем аккуратненько. Будет хи крест и т, одна вторая единица минус гамма 11 на нулик. А это есть ноль. Поэтому вот это уйдет, и все, что содержит нечетное количество хи крест, тоже уйдет. И заметьте, это все величины, где у нас были хи с волной. Что получается? Ну, с учетом того, что, значит, у нас есть свойство, давайте его все-таки еще разочек напишем, одна вторая единица плюс гамма 11 на нулик есть нулик, да? Значит, с учетом этого свойства мы из вот этой вот верхней формулы получаем следующую. Мы получаем, что разложение правого, теперь уже, спинора, который принадлежит представлению 16, имеет следующий вид. Значит, первое слагаемое остается. Вот это остается. Так, и кто еще? Вот это остается. Вот это остается. но посмотрите, что же здесь осталось. Получилось, что вот этот вот 16-компонентный правый спинор, он по этому базису раскладывается с какими коэффициентами, у которых индексы, напомню, все, и, 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 и так далее, пробегают значения от единицы до пяти без индексов, антисимметричный, как бы, ну, тензор пока еще рано говорить, но, в общем, некая антисимметричная величина с двумя индексами, тоже индекс какой-то стоящий сверху, здесь снизу, здесь сверху, но это ровно те представления, которые были у нас в группе Су-5, в которые мы помещали элементарные частицы, вот здесь была правая нейтрина, здесь там матрицу вот эту большую антисимметричную рисовали, здесь вот столбец вот этот рисовали, то есть это все, что у нас вот до этого было, так что остается, собственно, для того, чтобы доказать формулу, что 16 равно 1 плюс 10 плюс 5 с чертой, осталось последнее усилие, которое мы уже сделаем на следующей лекции, которое заключается в том, что мы должны убедиться, что вот эти вот индексы есть реально тензорные индексы по отношению к Су-5, потому что пока что это просто индексы, а чтобы получить тензор, надо, чтобы по каждому индексу был бы определенный закон преобразования, и вообще говоря, это еще проверить очень-очень нетривиально, этим еще будем достаточно долго заниматься, но, по крайней мере, вот уже из этой формулы мы просматриваем, что действительно элементарные частицы одного поколения можно поместить в спинорное представление 16 группы Су-10, уже вот сейчас это просматривается, но осталось только как следует все это доказать, но это чуть позже, а сейчас тогда заканчиваем, отдыхайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...